Пример годится для притчи. В глубине природных минералов химический элемент фтор рождает гармонию и красоту. Тот же самый фтор, освобожденный, ставший газом, способен сжечь все вокруг. В нем горит и металл, и вода, и сам воздух. Но, может быть, сознавая бесконечность диалектики, человек способен найти нечто третье ради пользы и блага. Эту историю нужно начинать издалека. Из минувших лет, из тех мест, что называется хорошим старым словом. Пущино. Пущино на Оке. Центр биологических исследований Академии наук. Здесь красиво в любую погоду. Красиво и тихо. Кажется, даже мысли перестают суетиться. Можно думать. Можно работать. Этот город родился и вырос, как долгожданное дитя, на которое возлагают большие надежды. Он был задуман, как средоточие интеллекта и смелого поиска. Летом 1979 года в Институте биофизики, флагмане пущинских научных учреждений, собралась выездная сессия Президиума Академии наук. Возглавлял ее, разумеется, президент Александров. Но непосредственный круг проблем находился на этот раз в видении вице-президента, молодого, деятельного Юрия Анатольевича Овчинникова, распорядителя всех дел и финансов в области химии и биологии. О перспективах развития Пущино доложил директор Центра и Института биофизики Генрих Романович Иваницкий. Эти перспективы рисовались стройно. Да, мы не сразу узнаем академиков в лицо, зато знаем точно, это наша духовная элита, мозг державы. И если не здесь, то где зарождаются новые пути к истине? Никто не может вспомнить теперь достоверно, был или не был в тот день в том зале один молодой человек, Феликс Федорович Белоярцев, 38-летний профессор, только что приглашенный в Пущино директором Иваницким. Был или не был? Белоярцева, реаниматолога, анестезиолога, занимала проблема крови. Точнее, ее замещение. Он, врач, знал цену человеческой жизни. Сознавал все несовершенства переливания донорской крови, недостаточную силу существующих кровезаменителей. В середине 70-х годов Белоярцев узнал о работах, которые вслед за американскими и японскими коллегами проводили с сотрудниками химической лаборатории Академии Кокнунянца. Гибельный, горючий фтор, соединенный с углеродом, проявил неожиданное и прекрасное свойство. В отличие от чистого фтора и других его соединений, новые, перфтор-углероды, были не агрессивны, не токсичны, химически инертны, а главное, обладали способностью переносить, транспортировать газы. Ну и что? Не спешите. Сейчас все станет ясно даже ребенку. Вот мышка. Сейчас ее утопит в перфтор-углеродном соединении, искусственном, несуществующем в природе, но способном растворять в себе достаточно кислорода. Дышит. Ученые всего мира десятки лет искали путь хотя бы временной замены естественной человеческой крови. И вот появилась реальная возможность синтезировать искусственный переносчик кислорода. Ввиду особой серьезности проблемы было принято специальное постановление. Предполагалось сосредоточить научные силы и средства. Конечная цель – создание газопереносящей смеси для нужд медицины. В лаборатории академика Кнунянца продолжали поиски наиболее подходящих, наиболее чистых соединений фтора. А в Пущино, в Академическом институте биофизики, была создана специальная лаборатория, которую против всяких традиций возглавил не биофизик, а врач – Феликс Белоярцев. Не станем вдаваться в детали сложных научных опытов. Главный вопрос стоял так. Согласится ли живое соединиться с неживым? Принять от искусственного заменителя кислородный подарок? Первыми ответили одноклеточные – тетрахимены. Они дышат кислородом и поэтому поднимаются к поверхности воды, чтобы вздохнуть. Слой перфторуглерода, который тяжелее воды, оседает на дно. Что же наши тетрахимены? Разбегаются? Гибнут? Нет. Плывут туда, где им подбросили кислородную приманку. Теперь проблема приготовления эмульсии перфторуглерода. Да, новый препарат несет не так много кислорода, но скорость его переноса, текучесть решают все. И главное, капли эмульсий, которые в 50 раз меньше эритроциты, способны проникнуть в капилляры при самом жестоком спазме, когда не спасает даже собственная кровь. Эффект применения эмульсии можно увидеть невооруженным глазом. Эти кроличьи сердца питают разными составами. Одни солевым физиологическим раствором, другие новым препаратом. сначала всем хорошо, но засекаем время. Эти уже не спасти. а там, где течет новый препарат, маленькое сердце все еще живет. Бьется и час, и другой, и третий. В лаборатории медицинской биофизики опыты проводились тысячами. На мышах, крысах, кроликах, собаках. Сколько крови может потерять живое существо и не умереть? Даже каплю жалко. А здесь отнимали сверх всякой меры. И вот оказалось, новый препарат, который ученые назовут перфторан, а журналисты не совсем точно, но красиво, голубая кровь, новый кровезаменитель, созданный в лаборатории Феликса Белоярцева, способен восполнить 70% потерь. 70% не крови, а существо дышит. Только дышит? Через несколько месяцев подопытные уже благополучно рожали здоровых щенят. И вот наступил наконец день, когда новый препарат перешагнул порог научных лабораторий. Он был допущен к людям. Бывает уровень событий в науке, который можно обозначить одним словом государственный. Врачи, работавшие с перфтораном, утверждают, что вместе с его появлением намечался сдвиг в самых разных областях медицины. В нашем институте на кафедре анастезиологии и лимитологии более года мы применяли перфторан у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой и у больных перенесших состояние после остановки сердца. Поэтому мы с большой надеждой взялись за использование нового препарата перфторана. И мы в наших надеждах не ошиблись. При этом мы применяли небольшие дозы перфторана у этих больных. Наше изучение нами отдаленных результатов через 3 месяца 9 месяцев и вот последний результат через 3,5 года показал что эти больные практически все работоспособны. В нашем многопрофильном лечебном учреждении перфторан использовался у различных групп больных. Мы использовали перфторан и у больных различного рода онкологическими заболеваниями. Заметили что больные которые получали этот препарат легче переносили курсы химиотерапии и курсы лучевого воздействия. Для спасения больных с необратимым повреждением жизненно важных органов производится их трансплантация. Нами в клинике использовался перфторан. У всех 42 больных с пересаженными почками от доноров получавших перфторан функция немедленно восстановилась на операционном столе. А нормализация показателей наступила на 7-10 дней раньше чем обычно. И вот необходимость создания препарата который бы мог переносить в голодающие клетки кислород каким-то путем конечно была чрезвычайно важна. И когда был создан перфторан фактически все мы ухватились за ну ухватились так говорится образно за этот препарат потому что понимали что это одна из возможностей улучшить значительно кровоснабжение гибнущих от ишемии тканей. Сколько лет хирурги которые оперируют на сухом сердце мечтали выиграть время отключить сердце от живого организма не считая секунд ты делаешь свое дело и плод не увядает на глазах омытая голубой кровью человеческое сердце оказалось способно жить часами ждать и терпеть пока не спасут. Была в те годы еще одна операционная самая большая здесь понятие ждать теряло всякий смысл война знает только два слова да или нет даже если кровь раненого окажется и нередкой группы при 40 градусах в тени в полевых условиях традиционное переливание склоняется к варианту нет теперь когда по этим дорогам больше не идут наши солдаты военные медики могут подвести итоги основная причина гибели раненых солдат во время войны это потеря крови пока больного или раненого доставят в операционную пока определяют группу крови и так далее наступает резкий спазм сосудов особенно мелких а бороться с этим спазмом у нас в медицине нет никаких средств пока вторым грозным осложнением множественных ранений это жировая эмболия закупорка мелких сосудов в условиях афганистана проявились удивительные свойства перторана введение его вот таким пострадавшим жировой эмболией периферическим спазмом удавалось спасти практически безнадежных ранений вот до этого момента историю голубой крови и ее создателей можно было рассказывать как историю обычного научного поиска рассказывать доказывать объяснять на что делать дальше в тот день пуще нашел снег и город был опять красив на этот раз позимнего 17 декабря 1985 года по улицам этого города следственная бригада вела профессора Белоярцева для производства обыска и допроса уже шесть месяцев лаборатория практически не работала по причинам не обнародованным до сих пор ее сотрясали следственные комиссии когда работники серпуховского отдела КГБ криминала не обнаружили за дело взялись работники АБХСС отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности они искали деньги и спирт похищенные профессором Белоярцевым город жил как всегда а Белоярцев шел два обыска в этот день уже были произведены предстоял третий в гараже когда и здесь ничего обнаружено не было оказалось что нужен четвертый обыск на даче в трехстах километрах отпущено это была знакомая дорога иногда он успевал промчаться по ней дважды в сутки спеша в московские институты по срочным делам теперь Белоярцев попросил чтобы ему разрешили ехать на своей машине да разумеется пожалуйста следователь посадил рядом с профессором своего сотрудника сзади пристроился казенный раф история голубой крови затягивалась узлом 300 километров особенно зимой это долго можно попытаться восстановить все сначала Попытаться понять Восьмидесятый год Правильно, эту бумагу мы уже видели Но может быть, главное, подпись Официальным куратором научной программы Становился академик Овчинников В эту мощную программу, ставшую вскоре государственной Вливались многие исследовательские институты Предприятия 13 министерств Если главные исполнители значились последними Бог с ним, дело не в престиже Дорога к намеченной цели представлялась ясной и прямой А это главное Если чего-нибудь и не хватало на этой дороге То, как всегда, денег и оборудование Белоярцев сам не знал, кто он теперь Профессор медицины или снабженец и толкач Дело и деньги Никак не желали пересекаться Но караван шел В первый день своего назначения Белоярцев собрал сотрудников и сказал Никаких диссертаций и защит пока не будет реального результата И в лаборатории остались только те, кто был готов работать круглосуточно За три года лаборатория Белоярцева выполнила примерно 15-летнюю программу научных исследований Если оценивать по зарубежным аналогам Не позволим себе увлекаться эмоциями Останемся в русле фактов Запланированной еще при утверждении программы обсуждения работ на президиуме академии Так и не состоялось До финансирования запрошенное у академического начальства Или запаздывало, или вообще не поступало Чтобы сохранить темп работ Директору института биофизики Иваницкому Приходилось все время поддерживать лабораторию Белоярцева За счет других отделов института Недоумение постепенно превращалось в недовольство Белоярцев был врач Прежде всего врач И поэтому спешил Он чувствовал ежеминутно, что где-то умирают люди Которому он не успел дать другую кровь Белоярцев спешил И не напрасно Фармкомитет подтвердил успешное окончание первого этапа клинических испытаний И разрешил приступить ко второй фазе Это, по сути дела, была победа А Белоярцев уже собирался сообщить О первых контактах с ожоговым центром О своей новой идее спасительных ванн И спер фтор углеродов На конференцию отменили Почти накануне Хватит бумаг Все равно мы не сможем показать тех анонимных писем В Минздрав, Академию и КГБ Которые якобы были Которых никто не видел Все равно Не поместятся на этом экране чудовищные слухи Которые полгода сотрясали институт биофизики И все пущено Опыты на беременных женщинах и детях Морги Москвы переполнены Наши парни в Афгане гибнут от проклятого перфторана К дачным участкам Подъехали вечером Обыск Ничего не дал И тогда Феликс Федорович спросил Можно ли остаться до утра Если завтра он понадобится Служебная машина ушла Стало тихо Его дед был российским разночинцем Учителем математики Другой дед, рано овдовев, сам воспитал дочерей И запомнился внуку добротой и лаской Отец был врачом Известным в Астрахани хирургом Мальчик рос серьезный Он рано знал, что тоже будет врачом В мединституте его, единственного Освободили от экзаменов Чтоб мог заниматься научной работой В 16 лет он уже ассистировал отцу Потом Два года в сельской больнице на Волге Потом Москва То, что принято называть Большой наукой Профессия и аниматолога Заставляющая врача каждый день Вести человека через границу Жизни и смерти Наконец Голубая кровь Тот самый перфторан Тот препарат Которого тогда не было еще ни у кого в мире И трое детей Двое сыновей И дочь В ночь с 17 на 18 декабря Ему было 44 года 6 месяцев 12 дней И вся жизнь Через два дня после того Как Белоярцева нашли с петлей на шее В Пущино пришло письмо Не могу жить в атмосфере клеветы Криминальная версия Погудительных причин отсутствует Но есть версия поэтическая Только убийство Бывает на свете Самоубийство Не бывает вообще Здесь будет храм науки Президиум ее Академии Какое время Станут показывать эти часы Сразу после гибели Белоярцева Член-корреспондент Академии наук Иваницкий От должности директора института Был отстранен И несмотря на протест Первичной партой организации Решением Серпуховского горкома Из партии исключен Использование голубой крови Министерством здравоохранения Запрещено В это же время За рубежом Велись интенсивные работы И уже существует коммерческий вариант препарата Наше опытное производство До сих пор не укомплектовано И подготовка его к работе Приостановлена Какая-то другая кровь Пришла в движение Но этого никто не видит Или не хочет видеть Газетные заголовки Как эхо из пропасти 50-х А то и 30-х годов Газетные строчки Как цитаты Из дела врачей Мы привыкли спрашивать У науки Почему Кто же объяснит самой науке Причину и суть происходящего Кто осмелится Произнести вслух Что наука вне нравственности Невозможно Что мутация совести И результат И причина научного застоя Если судьба ученых Решается не в храме высокого интеллекта А в компетентных органах Если мифические слухи О солдатах и детях Погибших от перфтарана Заглушают стоны реальных больных Которых переливание голубой крови Могло бы оградить от гепатита, гангрены Отека мозга и даже спида Значит Один старый ученый сказал Академия не остров в океане Это правда На океан похожа только жизнь Которая имеет смелость быть Имеет силу совершаться И проистекать Ее зовут Аня Семь лет назад Когда дорожная катастрофа Отняла у этого ребенка и кровь И надежду на жизнь Врач московской клиники Бросился звонить в Пущино Была ночь Феликс Белоярцев Сел за руль И уже через час Примещался со своим перфтараном В ночь ее второго рождения У профессора Белоярцева Еще не было официального разрешения Применять голубую кровь Да Значит Можно называть эту девочку Аня А можно так Нарушение закона Опыты на людях Мир неоднозначен И это не новость Но когда человек выбирает способ жизни Он может быть честен или нет Третьего не дано Субтитры создавал DimaTorzok